Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Твери и Тверской области падает примерно со второй половины февраля, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора. Причем темпы снижения столь же стремительны, как и недавний рост. Если месяц полтора назад в больницы по месту жительства ежедневно обращались десятки пациентов, соответствующие симптомами, то последние две недели количество заболевших исчисляется единицами. Роспотребнадзор уже рекомендовал областным властям снять ограничительные меры, введенные на период распространения эпидемии. По неподтвержденной информации, соответствующее решение будет принято на ближайшем заседании регионального правительства. Тем не менее, говорят медики, именно сейчас заботиться о собственном здоровье необходимо предельно тщательно. Весной, особенно ранней, погода предательски обманчивая, и оказаться на больничном проще простого. Да, не надо спешить снимать шапки, шарфы, одевать коротенькие легенькие курточки, нужно дождаться устойчивой погоды, потому что именно перемена погоды, порывистый ветер, все условия, которые могут привести к снижению иммунитета и переохлаждения, в общем-то могут спровоцировать у любого человека вирусную инфекцию. Весной, когда человеческий иммунитет традиционно ослаблен, особенно важными становятся профилактические меры. Первое, что советуют медики, тщательно следить за своим рационом. Сбалансированное питание – краеугольный камень человеческого здоровья в любое время года. В первую очередь это должны знать те, кто в стремлении любой ценой сбросить лишние килограммы, садится весной на разного рода диеты. Если человек неожиданно, внезапно садится на очень строгую, жесткую диету в целях максимально быстрого похудения, то, конечно, для организма это стресс. Любой стресс рано или поздно скажется на иммунитете. То есть это будет угнетение иммунитета, организму тяжело. И если одновременно к этому добавятся избыточные тяжелые физические нагрузки, опять же с той же целью побыстрее похудеть, то, скорее всего, все это закончится не очень хорошо. Снижение уровня иммунитета и, как следствие, повышенная восприимчивость к вирусам во многом обусловлена нехватка витаминов. Восполнять их недостаток надо также с умом, говорят медики. Так, многие стремятся в первую очередь насытить организм витамином С, не подозревая, что в больших количествах он отнюдь не полезен. В небольших дозировках все-таки стимулирует иммунитет, это доказано. В больших дозах, наоборот, он малоэффективен и есть данные, что он может даже угнетать иммунитет. Синтетическим витаминам, по мнению врачей, безоговорочно доверять также не стоит. Их эффективность на 100% еще никто не доказал. В числе прочих мер, применение которых поможет существенно снизить риск заболеть гриппом или ОРВИ, медики называют систематическое проветривание жилых и рабочих помещений, регулярную влажную уборку, а также мытье рук с мылом после каждого пребывания на улице. Денис Ренов, Виталий Осипов, РЕН-ТВ-Пилот. Денис Ренов, РЕН-ТВ-Пилот.